Аудиокнига Глава первая Да и мудрый услышав Приумножит знания И разумный человек Найдет подсказку Как понимать иносказания И притчи Изречения мудрецов И их загадки Господа боятся Вот в чем начало познания Кто презирает мудрость И наставление Глупец Выслушай сын наставления отца И не отвергни Материнского наказа Это великолепный венец На главу твою Ожерелье тебе на шею Сын мой Если поманят тебя грешники Не ходи Они скажут Пойдем с нами Устроим засаду убийства Подстережем невиновных Мы как шеол Их живьем поглотим Целиком Как покойников могила Всякого богатства награбим Наполним свои дома Добычей Вместе с нами Бросать будешь жребий Поровну разделим добычу Сын мой С ними не ходи по дороге На их путь ступить Остерегайся Потому что бегут они Козлу И спешат К кровопролитию Смысла нет Раскидывать сеть На виду упорхающих птиц Так и они Подстерегая в засаде Погубят Сами себя Таков конец головореза Собственную голову Он сложит Премудрость На улице восклицает На площадях Возвышает голос В шумной толпе Взывает У городских ворот Держит речь Сколько можно Простокам коснеть В простоте Наглым наглостью Тешиться Глупцам Ненавидеть знания Обернитесь На мой упрек И залью на вас Мой дух И поведаю вам Мое слово Я позвала А вы отвернулись Протянула руку Но никто не замечает Вы отвергли Все мои советы И не приняли Моих упреков Что ж И я над вашей Бедой посмеюсь Поиздеваюсь Когда настигнет Вас ужас Как буря Придет к вам Ужас И беда Как ураган Нагрянет Придавят вас Гнет И бремя Тогда позовут Меня И не отвечу Разыскивать Будут И не найдут За то Что возненавидели Знания И отвергли Страх Господень Не приняли Мой совет Призрели Все мои наставления Вкусят Они плоды Своих дел Замыслами Своими Насытятся Потому что Простаков Погубит Свои нравия Глупцов Подведет Их беспечность А кто Слушает Меня Будет Жить Спокойно Не страшась Никакой Беды Глава Вторая Сын Сын мой Если Примешь Мои слова И Мои наказы Сохранишь В душе Склонишь Слух К мудрости И сердце Обратишь К разуму Если Ты призовешь Познание И к разуму Будешь Взывать Если Будешь Желать Его Как серебра И будешь Искать Словно Клад То Постигнешь Страх Господень И обретешь Познание Бога Ибо Господь Дает Мудрость И от уст Его Знание И разум Он Приготовил Победу Для честных И щит Для живущих Непорочно Он Хранит Пути Справедливости И дорогу Верных Бережет Тогда Постигнешь Праведность Справедливость И прямоту Всех Добрых Путей Ибо Войдет К тебе В сердце Мудрость И Знание Усладит Твою Душу Прозорливость Будет Оберегать Тебя Разум Будет Тебя Хранить Чтобы Избавить От Дурного Пути От Человека Чьи Речи Бесчестны От Людей Что Сходят С Прямых Дорог Чтобы Идти Путями Тьмы Радуются Злодеянием Наслаждаются Злом И Развратом И По Кривым Стезям По Следам Своим Кружат Так Убережешься Ты От Чужой Жены От Замужней С ее Ласковой Речью От Той Что Покинула Друга Юности Своей И Завет Бога Своего Забыла И Ибо Ее Дом Смертельная Ловушка Путь Ее Ведет К Теням Подземным Кто К Ней Вошел Не Вернется Назад И Уже Не Ступит На Путь Жизни Поэтому Ходи Дорогой Добрых Пути Праведников Держись Ибо Кто Честен Будет Жить На Земле И Кто Непорочен Останется На Ней А Нечестивцев Отвергнет Земля И Неверные Будут Искоренены Глава Третья Сын Мой Моего Учения Не Забывай И Мой Наказ Сохрани В Сердце Ибо Это Продлит Тебе Дни И Годы Благоденствие Твое Умножит Да Не Покинут Тебя Вера И Правда На Денях Как Ожерелье На Шею Запиши На Скрижаль Сердце И Будут Тебе Милости И Почести От Бога И От Людей Господу Доверься Всем Сердцем На Собственный Разум Не Полагайся Каким Бы Путем Не Шел Познавай Господа И Выпрямит Он Твои Стези Не Считай Себя Мудрецом Бойся Господа Сторонись Зла Это Будет Целительно Для Твоего Тела И Прибавит Силы Костям Твоим Уделяй Господу От Своего Достояния И От Первых Плодов Любого Дела И Наполнятся Твои Кладовые Изобилия Переполнит Довильни Молодое Вино Наставление Господне Сын Мой Не От Вергай От Упреков Его Не От Вращайся Ведь Господь Порицает Того Кого Любит Как Отец Драгоценного Сына Счастлив Человек Обретший Мудрость Человек Достигший Разумения Лучше Мудрость Обрести Чем Серебро Ибо Она Золото Ценнее Дороже Чем Самоцветы Ничто Желанное С ней Не Сравнится В Правой Руке У нее Долголетие А Богатство И Почет В Левой Дороги Ее Дороги Радости Все Ее Пути Благополучны Она Древо Жизни Для Тех Кто Ей Привержен И Блажен Кто С Ней Не Разлучен Господь Мудростью Основал Землю Небеса Утвердил Разумом Его Видением Разверзаются Бездны И Облака Источают Росу Сын Да Не Скроется Это От Тебя И Сохранишь Благоразумие И Прозорливость И Будет Это Жизнью Для Твоей Души И Станет Людская Милость Твоим Ожерельем Тогда Безопасна Будет Твоя Дорога И Нога Твоя Не Оступится Ляжешь Спать Без Боязни Заснешь И Сон Будет Сладок Не Бойся Внезапного Несчастья Погибели Что Готовят Нечестивцы Ибо Господь На Твоей Стороне Он Не Даст Тебе Ступить В Западню Не Скрывай Добра От Законного Владельца Если Это В Твоей Власти Не Говори Ближнему Ступай Придешь Потом Завтра Дам Если Есть Чем Поделиться Не Замышляй Ничего Против Человека Который Тебе Доверяет Не Ссорься Попусту С тем Кто Не Причинил Тебе Зла Не Завидуй Творящему Насилие И Не Выбирай Его Дороги Ибо Мерзок Господу Коварный А Честные У Него В Доверии Проклятие Господа На Доме Нечестивца А Жилище Праведных Он Благословляет Над Односмешниками Он Посмеется А Кротким Дарует Милость Мудрые Обретут Славу А Глупцы Погрязнут Позоре Глава Четвертая Слушайте Сыновья Наставления Отца Внимайте Набирайтесь Ума Ведь Я учу Вас Добру Не пренебрегайте Наказом Моим Были Отец С матерью И у Меня Было Я для Них Любимцем Ненаглядным Вот Как Отец Поучал Меня Сохрани В сердце Мои Слова Соблюдай Заветы Мои И будешь Жить Приобретай Мудрость Обретай Знания Не забывай И не отвергай Того Что сказал Я Не покидай Мудрость И она Сохранит Тебя Люби Ее И она Обережет Тебя В чем Начало Мудрости Обретай Мудрость Что бы Ты Не копил Накопи Разумение Оцени Мудрость И она Вознесет Тебя Прославит Тебя Если Обнимешь Ее Великолепный Венок На главу Возложит Принесет Тебе Сияющий Венец Выслушай Него Него Не Ходи По Нему Пройди Стороной Ступай Мимо Ведь Им не Спится Если Не Сотворили Злодейство Глаз Они Не Сомкнут Если Кого Не Погубили Ведь Питаются Они Злодейством Как Хлебом И Пьют Насилие Как Вино Путь Благочестивых Как Свет Зари Что Разгорается Ярче С Приходом Дня А Путь Нечестивых Во Мраке И Неведомо Им Где Споткнуться Сын Прислушайся К Моим Словам К Речам Моим Будь Внимателен Да Не Ускользнут Они От Тебя Сохрани Их В Глубине Сердца Ибо Станут Они Жизнью Для Того Кто Обрел Их Будут Для Плоти Целительны Оберегай Своё Сердце Пуще Сокровищ Потому Что Оно Источник Жизни Отвергни Лживые Слова Лукавство От Уст Своих Гони Пусть Глаза Твои Смотрят Прямо Пусть Будет Взгляд Устремлен Вперед Прямо Прокладывай Свою Дорогу И Все Пути Твои Будут Безопасны Не Уклоняйся Ни Вправо Ни Влево Отступись От Зла Глава Пятая Сын Выслушай Мою Мудрость В мысли Мои Вникай Чтобы Исполнится Прозорливости Чтобы Знания Твои Уста Хранили Источают Мед Уста Чужой Жены И Текут Как Масло Ее Речи Обернется Она Горечью Полынной Лезвием Меча Обою До Острова Ее Стопы Спускаются К Смерти Шаги Направлены К Шеолу О Дороге Жизни Она Не Помыслит Как Зыбки Ее Пути Сама Не Знает Так Послушайте Меня Дети И Слов Моих Не Отвергайте Держись От Нее Подальше К Порогу Ее Не Приближайся А Не То Потратишь На Чужих Свою Силу На Безжалостных Годы Своей Жизни Твоей Силой Насытятся Другие Чужому Дому Пойдут Твои Старания И Вздохнешь Ты В конце Своей Жизни Когда Плод Твоя Увянет И И Иссохнет Зачем Пренебрегал Я Наставлениями И Упреки Отвергало Мое Сердце Зачем Я Учителей Не Слушал И Наставником Не Внимал Еще Шаг И Меня Позорят Пред Людьми При Всем Народе Пей Из Своего Водоема Черпай Из Своего Колодца Зачем Твоим Водом Проливаться На Улицах Растекаться По Площадям Оставь Их Себе Одному Не Делись Чужими Да Будет Благословен Твой Родник Да Будет В радость Жена Юности Твоей Лань Любимая Козочка Милая Ее Грудь Утолит Тебя Во Всякое Время Любовь К ней Пьянит Тебя Непрестанно И Зачем Сын Мой Опьяняться Чужой Женой Обнимать Стан Замужний Ведь Открыты Господу Все пути Человека Все Дороги Людские Он Ведает Нечестивый Попадет В сети Зла Своего Запутается В собственных Грехах Погубит Его Недостаток Воспитания Избыток Глупости С пути Собьет Глава Шестая Сын Мой Если Ты Поручился За Другого За Чужого Порук Удал То На Собственном Слове Ты Попался Собственным Словом Был Пленен Что Угодно Делай Сын Но Избавься Ибо Ты Теперь В чужой Власти Падай В ноги Умоляй Не Отставай Гони От Себя Сон Глаз Не Смыкай Спасайся Как Газель От Погони Как Птица От Ловца Лентяй Ступай К Муравью Поучись У него Мудрости Нет Над Ним Ни Вождя Ни Старосты Ни Правителя А он С лета Запасается Пищей И В жатву Копит Припасы Сколько Можно Лежать Лентяй Не Пора Ли От Сна Очнуться Еще Чуть Поспишь Подремлешь Еще Посидишь Сложа Руки И Придет К тебе Бедность Как Бродяга Нагрянет Нужда Как Грабитель У Негодяя И Злодея Лож С Уст Не Сходит То Он Подмигнет То Ногой Притопнет То Пальцами Знак Подаст В Его Сердце Порок В Его Мыслях Зло Раздоры Он Разжигает За Это Нагрянет К Нему Беда Погубит Нежданно И Безвозвратно Шесть вещей Ненавидит Господь А седьмая Для него Мерзость Заносчивый Взгляд Лыживый Язык Руки Проливающие Невинную Кровь Сердце Что Замышляет Злодейство Ноги Спешно Бегущие Козлу Лжесвидетель Дышащие Ложью И Тот Кто Сеет Раздоры Меж Братьями Сын Храни Отцовский Завет И Не Отвергай Материнского Наказа Носи Их Всегда В своем Сердце Надень Как Ожерелье На Шею Пойдешь Они Поведут Тебя Ляжешь Спать Будут Хранить Тебя Проснешься Заговорят С тобой Ибо Заповедь Светильник Учение Свет Острогое Наставление Путь Жизни Они Уберегут Тебя От Дурной Женщины От Льстивых Речей Чужой Жены Не Тревож Своё Сердце Ее Красотой Не Пленяйся Взмахом Ее Ресниц Ведь Блуднице Цена Ломоть Хлеба А За Чужую Жену Заплатишь Жизнью Можно Ли Скрыть Огонь За Пазухой И Не Подпалить Одежду Можно Ль Пройти По Горящим Углем И Не Обжечь Ног Так И С Тем Кто Ходит К Чужой Жене Не Останется Безнаказанным Кто Ее Коснулся Не Строго Судят Вора Что Украл С Голоду Чтобы Только Поесть А Все Поймают Возместит Всемиро Все Своё Имущество Отдаст Недостает Ума Прелюбодею Готовит Он Собственную Гибель Побои И Бесчестия Ожидают Его И Позор Несмываемый Ибо Ревность Сжигает Мужа И он Не Пощадит В день Мести Не Согласится Ни На Какой Выкуп Не Смягчится Сколько Ему Не Сули Глава Седьмая Сын Храни Мои Слова И Мои Наказы Береги Соблюдай Мои Заветы И Будешь Жить Мой Наказ Береги Как Зеницу Ока Носи Их Как Перстень Запиши На Скрижале Сердце Скажи Мудрости Ты Мне Сестра И С Разумением Породнись Так Убережешься Ты От Чужой Жены От Замужней С Ее Ласковой Речью Как То Выглянул Я В свое Окно Посмотрел Сквозь Оконную Решетку И Увидел Среди Простаков Заметил Среди Молодых Одного Юнца Неразумного Он Бродил По Улице Где Она Живет Направлялся К ее Дому В сумерках На закате Дня Под покровом Ночи Во тьме А Навстречу Ему Женщина В одежде Блудницы С лукавым Сердцем Неугомонная И дерзкая И Дома Ей Не сидится То Она На улице То На площадях За каждым Углом Подстерегает Ухватилась Она За него Поцеловала И С бесстыдным Видом Говорила Я Першественные Жертвы Принесла Я Сегодня Исполнила Обеты Поэтому Я И вышла Тебе Навстречу Искала Тебя И нашла Покрывала Постелила Я На ложе Цветные Египетские Ткани Надушила Постель Миррой Алое И киномоном Приди Натешимся Ласками До утра Сполна Насладимся Любовью Ведь Мужа Нет Дома Он Отправился В дальний Путь Захватил Кошель С деньгами Не Вернется Домой До Полнолуния Обольстила Его Множеством Уловок Ласковой Речью Заманила И Тотчас Пошел Он За Нею Как Бык Идет На Убой Как Олень Ступает В Ловушку Где Стрела Пронзит Ему Печень Как Птица Летит В селок Не зная Что Поплатится Жизнью Так Вот Послушайте Меня Дети Внимайте Моим Словам Да Не Свернет Ваше Сердце На Ее Дорогу Не Блуждайте По Ее Путям Ведь Многие Пали Ее Жертвой Немало Людей Она Погубила Ее Дом Это Путь В Шеол Дорога К Обителям Смерти Глава Восьмая Не Премудрость Ли Это Зовет Не Ее Ли Разумный Голос Слышен На Вершине Холма Над Дорогой На Перепуте Она Стоит У Ворот Городских Взывает При Входе В Город Восклицает Вас Люди Зову Я Мой Призыв К Сынам Человеческим Простоки Научитесь Проницательности Глупцы Наберитесь Ума Слушайте Мою Возвышенную Речь Ибо Правда У Меня На Устах Истину Вещает Мой Язык И Мерзко Устам Моим Зло Праведны Все Мои Речи Ни Лукавства В них Ни Обмана Все Они Для Разумного Открыты Доступны Для Ищущих Знания Цените Мое Наставление Выше Серебра Знание Выше Червонного Золота Ибо Мудрость Прекраснее Самоцветов Ничто Желанное С ней Не сравнится Я Премудрость И Со Мною Проницательность Знание И Прозорливость Я Обрела Страх Господень Это Ненависть Козлу Гордость И Заносчивость Путь Зла И Лживые Уста Я Ненавижу У Меня Совет У Меня Успех Я Разум И Со Мною Сила Мною Мною Царствуют Царь И Властители Устанавливают Справедливость Мною Вершат Правление Вожди Князья И Все Судьи Земли Кто Любит Меня Того И Я Люблю И Кто Ищет Меня Найдет Богатство И Слава Со Мною Нескончаемое Процветание И Правда Лучше Золото Червонного Мои Плоды Я Ценнее Чистого Серебра Я Ступаю По пути Праведности По стезям Справедливости Чтобы Любящих Меня Наградить Достойно И Сокровищницы Их Наполнить Господь Сделал Меня Началом Пути Своего Прежде Всех Своих Деяний Издревле Я Возникла От начала Времен Издревле При основании Мира Прежде Первозданный Бездны И Источников Вот Я Появилась Еще Не Были Воздвигнуты Горы И Холмы Когда Я Возникла Еще Не Создал Он Тогда Земных Просторов И Первой Горсти Земного Праха Когда Он Утверждал Небеса Я Там Была Когда Чертил Круг На Поверхности Бездны Когда Он Водружал Облака Наверху Когда Укреплял Источники Бездны Когда Он Полагал Морю Предел Которого Не Приступят Воды Когда Устанавливал Основание Земли Я Была При Нем Строительницей Была Ежедневным Ликованием Веселилась Веселилась Прид Ним Непрестанно Веселилась О Мире Земном И Ликовала О Сынах Человеческих А Теперь Послушайте Меня Дети Блажен Кто Держится Моих Путей Слушайте Наставления И Будьте Мудры Не Отвергайте Его Блажен Кто Слушает Меня У Порога Моего Днюет И Ночует С Двери Моей Глаз Не Сводит Кто Обрел Меня Обрел Жизнь И Снискал Благоволение У Господа А Кто Против Меня Сам Себя Губит Ненавидеть Меня Значит Любить Смерть Глава 9 Премудрость Построила Себе Дом Семь Столпов Поставила Тесаных Приготовила Мясо И Пряных Вин Накрыла На стол И Послала Служанок Возглашать С высот Городских Во Всеуслышание Простаки Обратитесь Ко Мне Несмышленым Она Сказала Приходите Ешьте Мои Яства Пейте Пряные Мои Вина Распрощайтесь С невежеством И будете Жить И идти Путем Разума Поправишь Наглеца Не миновать Оскорбления Упрекнешь Нечестивца Лишь себе На позор Не упрекай Наглеца А не то Возненавидит Тебя Упрекай Мудреца И он Тебя Полюбит Мудрого Наставь Он станет Еще Мудрее Научи Праведного Еще Разумнее Будет Господа Боятся Вот Начало Мудрости Его Святость Познавать Вот В чем Разум Со Мною Премудростью Продлятся Твои Дни И Умножатся Годы Жизни Если Ты Мудр Твоя Мудрость Служит Тебе Если Нагол Сам Ж И Пострадаешь Глупость Женщина Дерзкая Неотесанная Невежественная Восседает У дверей Своего Дома Как На троне На виду У всего Города Чтобы Звать Всех Проходящих Мимо Идущих Своей Дорогой Простаки Обратитесь Ко Мне Несмышленому Она Говорит Краденая Вода Слаще Утаенный Хлеб Вкуснее А тот И не знает Что зовут Его К теням Что гости Ее В глубинах Шеола Глава Десятая Изречение Соломона Мудрый Сын На радость Отцу А сын Глупой Матери На горе Прока Нет В неправедном Богатстве А праведность Спасает От смерти Не Оставит Господь Праведника Голодным Но Отвергнет Алчущего Нечестивца От Ленивых Рук Разорение А от Прилежных Богатство Кто Потрудится Летом Молодец А кто Жатву Проспит Тому Позор Благословениями Праведник Увенчан А уста Нечестивых Таят Насилия Ненависть Ненависть Раздоры Раздувает А любовь Загладит Все грехи На устах Разумных Обитает Премудрость А для спины Глупых Найдется Розга Мудрецы Берегут Познание А речи Глупца Ведут К разорению Для богатого Достаток Словно Крепость А для бедных Нищета Как пепелище Труды Праведного Ради Жизни Но Нажива Нечестивца Для Греха Следовать Наставлениям Вот Путь Жизни А если Пренебрегаешь Упреками Заблудишься Лживые Уста Таят Вражду Разносчик Сплетен Глуп При Многословии Не миновать Греха А кто Скупно Слова Тот Разумен Язык Праведника Что Отборное Серебро А много Ли стоит Сердце Нечестивца Слова Праведного Оберегают Многих А глупцов Губит Собственная Дурость Благословение Господне Тебя Обогатит Ты с ним Горе Знать Уже Не будешь Глупца Радует Пакость А проницательного Мудрость Сбудутся Страхи Нечестивых И желание Праведных Исполнится Буря Пройдет И нет Нечестивца Но Праведник Крепок Вовеки Как уксус Во рту Как дым В глаза Так и Лодырь Для того Кто с ним Связался Кто Господа Боится Живет Долго Но Годы Нечестивых Сочтены Радостны Упования Праведных Но погибнет Надежда Нечестивых Путь Господень Для непорочного Прибежище А для Злодея Ужас Непоколебим Во веки Праведник А нечестивым На земле Не удержаться Уста Праведника Источают Мудрость А зловредный Язык Будет Отрезан Устам Праведника Ведомо Полезные А устам Нечестивых Зловредные Глава Одиннадцатая Лживые Весы Мерзки Господу А верные Гири Ему Угодны За дерзостью По пятам Идет Позор А за Смирением Следует Мудрость Прямодушных Ведет Их Непорочность А вероломных Губит Их Коварство Не поможет Богатство В день Гнева Но Праведность Избавит От смерти Праведность И непорочность Ведут Прямой Дорогой А Нечестивец Падает В своем Злодействии Праведность Спасает Прямодушных А вероломные В селках Своих Желаний Вместе С Нечестивцем Умрет Его Надежда Ожидания Людей Недобрых Сгинут Праведник Избежит Беды А попадет В нее Нечестивец Уста Безбожника Погубит Ближнего А Праведных Избавит Познание Хорошо Праведнику И радуется Город Погибли Нечестивцы Ликует Благословениями Честных Возводится Город И Рушится Речами Нечестивцев Глупец Бесчестит Ближнего А кто Понимает Промолчит Сплетник Раскрывает Чужие Секреты А верный Человек И Словом Не Обмолвится Без Наставления Народ Погибнет А если Советников Достаточно Спасется Дав По руку За чужого Не Минуешь Беды Но Кто Не Спешит Ручаться Избежит Ее Женщина Кроткая Милая Обретает Славу А Властители Стижают Богатство Добродетельный Приносит Себе Пользу А Жестокий На себя Женовлекает Беду Награда Злодею Обманчива А тому Кто Сеет Правду Наградой Истина Праведность Это Жизнь А кто Гонится За Злом Стремится К смерти Мерзки Господа Люди Криводушные И Угодны Те Чей Путь Не Порочен Будь Уверен Злодею Не Оправдаться Но Род Праведных Спасется Что Золотое Кольцо В Свином Рыли То И Краса Женщины Безрассудной Чаяния Праведных Обернутся Добром А надежды Нечестивых Гневом Божьим Один Раздает И у него Прибавляется А другой Жадничает И у него Не достает Кто Щедр Тут Будет В Достатке Кто Дал Другому Пить Не Будет Жаждать Кто Припрячет Зерно Того Проклянут Но Благословен Будет Продающий Кто Ищет Добра Найдет Благоволение А кто Стремится К злу На себя Его Накличит Кто Полагается На свое Богатство Падет А Праведники Будут Как Зеленеющее Дерево Кто На свой Дом Навлекает Беду Тому Удел Ветер И Станет Глупец Слугой Мудрому От Плода Праведности Вырастает Древо Жизни И Мудрец Покоряет Сердца Людей Если Праведнику На земле Воздастся То Нечестивцу Грешнику И Подавно Глава Двенадцатая Кто Любит Познание Любит И Наставление А кто Отвергает Упреки Скудаумен Добрый Обретает У Господа Благоволение А Коварного Постигнет Злая Участь Злодею На земле Не устоять А Праведники Неискоренимы Достойная Жена Венец Для Супруга А бесстыжие Словно Гниль В костях Праведник Помышляет О справедливости А Нечестивец Затевает Коварство За словами Нечестивца Жажда Крови А Правдивые Речи Спасительны Пал Нечестивец И нет Его А Дом Праведника Устоит Речь Разумная Прославит Человека А Порочные Замыслы Опозорят Лучше В простоте И быть Самому Себе Слугой Чем Со Спесью Да Без Крошки Хлеба Праведник И скотину Пожалеет Но Милость Нечестивца Хуже Жестокости Кто Возделывает Землю Будет Сыт А Глупец За Пустотой Гоняется Нечестивец Изощряется В Коварстве Но Корень Праведных Дает Побеги Нечестивец В лживых Речах Запутается А Праведник Избежит Беды Человек Пожнет Добрый Плод Своих Речей Возвратятся Труды К нему Наградой Глупец Глупец Считает Свой Путь Правильным А Мудрый Прислушивается К советам Глупец Выставляет Свой Гнев На Показ А Разумный Не Слушает Оскорблений Слова Честного Человека Правдивы А Слова Лжесвидетеля Коварны Болтовня Может Ранить Как Меч А Слова Мудрецов Исцеляют Правдивые Слова Останутся Навеки А лживый Язык Недолговечен У Злокозненных На сердце Коварство А у Миротворцев Радость Не Приключится С Праведником Несчастье А Нечестивых Зло Переполняет Лживые Уста Мерзость Для Господа Но Угоден Ему Тот Кто Поступает Честно Проницательный Таит Своё Знание А Глупцы Выставляют Свою Дурь Напоказ Прилежной Руке Править Ленивой Руке Нести Повинность Беспокойство Изнуряет Сердце Человека А доброе Слово Веселит Праведник Укажет Путь Ближнему А на стезях Нечестивцев Заблудишься Лодырю Добычи Не Видать А у Прилежного Богатство И Достаток Стезя Правды К жизни А кривые Пути К смерти Глава Тринадцатая Мудрость Сына От отцовских Наставлений А наглец Упреков Не слышит Человек Вкусит Добрый Плод Своих Речей А коварные Живут Насилием Кто Свои Уста Стережет Жизнь Сбережет А кто Нездержан На язык Себя Погубит Лентяй Все Ждет Да Не Дождется Зато Прилежный Насытится Ненавидит Праведник Любую Ложь А нечестивец Осрамится Опозорится Праведность Выведет На прямую Дорогу А нечестие Грешника С пути Собьет Один Ничего Не имея Притвориться Богачом А другой При богатстве Немалым Бедняком Богатство Сохранит Человеку Жизнь Зато Бедный Упрека Не услышит Свет Праведных Радостно Горит А светильник Нечестивых Гаснет От Надменности Только Ссоры А где Совет Там и Мудрость Шальное Богатство Рассеется А по Крупице Собранное Приумножится Несбывшаяся Надежда Боль Сердца А Исполненное Желание Древо Жизни Кто Сказанным Пренебрежет Себя Погубит А кто Почитает Заповедь Получит Награду Учение Мудреца Источник Жизни Оно Сберегает От сетей Смерти Здравый Разум Одаряет Милостью А путь Коварства Ведет К погибели Проницательный Действует С умом А глупец Свою Дурь Выказывает Дурному Вестнику Не сдобровать А верный Гонец Несет Исцеление Не считай Бесчестия Тому Кто Отверг Назидание А тому Кто Принял Наставление Почет Исполнение Желаний Услаждает Душу Куже Нет Для Глупца Чем Расстаться Со Злом С мудрецами Общаясь Станешь Мудрее А повелся С глупыми Не минуешь Беды За грешником Ходит Беда А праведнику Воздаётся Добром Богатство Достойного Пойдёт Детям И внукам А что Нажил Грешник Праведнику Достанется Пусть И обилен Урожай Бедняка Беззаконие Его Похитит Кому Жалко Розгу Не жалко Сына А кто Сына Любит Не забудет Вразуметь Праведник Ест Досыто А в Животе У Нечестивых Пусто Глава Четырнадцатая Мудрая Женщина Возводит Дом А женщина Глупая Сама Его Рушит Кто Боится Господа Ступает Прямо А кто Его Презирает Петляет Болтовня Гордеца Это Плеть Для Него А речи Мудрецов Защита Для Них Нет Волов И пусты Закрома А при Могучих Быках Урожай Обилен Верный Свидетель Не Обманет А нечестный С честными Только Сердце Человека Знает Его Печали И радости Его Другим Не разделить Дому Нечестивых Разрушение Шатру Честных Процветание Иной Иной Путь И Кажется Прямым Но В конце Концов Приводит К смерти Бывает Среди Веселья Опечалится Сердце И За Радостью Настанет Печаль К Чему Шел Порочный То Он И Получит А Хорошему Человеку Воздастся За Труды Легковерный Всякому Слову Доверится А Смотрительный Перед Каждым Шагом Подумает Мудрый Страшится И Чурается Зла Зато Глупец Буянит Ничего Не Боится Кто Скорно Гнев Натворит Глупостей Кто Коварен Того Возненавидит Удел Простаков Глупость Венец Проницательных Знания Злодеи Склонятся Перед Добрыми Людьми И Нечестивцы Перед Воротами Праведника Бедняком Даже Сосед Гнушается Зато Богача Любят Многие Кто Презирает Соседа Грешит Но Блажен Кто Заботится О Несчастных Кто Зло Замышляет Собьется С пути Вера И Правда С тем Кто Творит Добро От Упорных Трудов Всегда Прибыток От Пустословия Лишь Нужда Венец Мудрецов Их Богатство Украшение Глупцов Их Дурь Верный Свидетель Спасает Жизни А Коварный Дышит Ложью Страх Господень Надежная Защита Прибежище Тебе И Твоим Детям Страх Господень Источник Жизни Он Сберегает От Сетей Смерти Царь Велик Когда Подданных Много А Ледеет Народ Погибает Владыка Кто Нескор На Гнев Тот Разумен А Кто Вспыльчив Выказывает Дурь Сердце Спокойно Тело Здорово А Зависть И Ревность Что Гниль Для Костей Кто Притесняет Бедняков Оскорбляет Их Творца Но Кто Заботится О Нищих Прославляет Его Зло Нечестивцев На Них Же И Падет А Праведника Защитит Его Непорочность Премудрость Живет В Разумном Сердце И Среди Глупцов Она Заметна Праведностью Велик Народ А Грех Подтачивает Его Царь Благоволит Разумному Рабу И Гневается На Того Чьи Дела Постыдны Глава Пятнадцатая Кроткий ответ Отвращает Гнев Резкое слово Вызывает Ярость Язык Мудрецов Распространяет Знания А от уст Глупцов Лишь Дурость Исходит Очи Господни Все Видят Взирают И на Злых И на Добрых Умиротворяющая Речь Древа Жизни А речь Обманчивая Сокрушает Дух Глумится Глупец Над Отцовским Внушением Но Кто Внимает Упреком Поумнеет В доме Праведника Много Сокровищ А Нечестивцу Прибыток Не на Пользу Уста Мудрецов Распространяют Знания Но Не так Поступают Глупцы Мерзкий Господу Жертвы Нечестивых А молитвы Честных Ему Угодны Мерзок Господу Путь Нечестивца А того Кто Ищет Праведность Он Любит Кто Сбился С пути Будет Сурово Наказан Кто Ненавидит Наставление Погибнет Шеол И Ават Дон Открыты Господу Тем Более Сердца Человеческие Не Любит Наглец Укоров И Не Задерживается Среди Мудрецов Сердце Радостно Светлеет Лицо А Скорбное Сердце Сокрушает Дух Разумное Сердце Ищет Знания А Глупцы Питаются Дуростью У Бедняка Что Ни День То Ни Взгоды А У Кого На Сердце Весело У Того Всегда Пир Лучше Иметь Немногое И Бояться Господа Чем Обладать Сокровищами И Жить В страхе Лучше Обед Из Овощей Да С Любовью Чем Из Откормленного Теленка Да С Ненавистью Спыльчивый Человек Сеет Раздоры А Терпеливый Кладет Конец Вражде Путь Лентяя Зарос Колючками А Праведные Идут По Широкой Дороге Мудрый Сын Радует Отца А Глупец Позорит Мать Тешится Дурью Скуда Умный А Разумный Ступает Прямо Нет Совета Не будет Успеха В деле А Если Советников Достаточно Все Выйдет Радостно Если Можешь Ответить И Как Хорошо Уместное Слово Разумный Поднимается По Дороге Жизни Прочь От Глубин Шеола Дома Гордецов Господь Сметет Но Надел Вдовы Он Защитит Мерзки Господу Злые Замыслы А Добрые Слова Пред Ним Чисты Корыстный На Свой Дом Навлекает Беду А Кто Взяток Не Терпит Будет Жить Праведное Сердце Подскажет Ответ А Уста Нечестивые Изрыгают Зло Далек Господь От Нечестивцев Но Молитву Праведников Слышит Светлый Взор Радует Сердце Добрая Весть Укрепляет Кости Кто Внемлет Здравым Упреком Неразлучен Будет С мудрецами Кто Отвергает Наставление Себе Повредит А Кто Внемлет Упреком Обретает Разум Страх Господень Научит Мудрости Славе Предшествует Смирение Глава Шестнадцатая Сердце Человека Строит Планы Но Ответ На Все От Уст Господних Каждый Считает Свой Путь Непорочным Но Господь Испытывает Души Вверяй Господу Свои Дела И замыслы Твои Свершатся Все Создано Господом Для Своей Цели И Нечестивец Для Дня Беды Надменное Сердце Мерзко Господу Ни за Что Не уйти Ему От Наказания Вера И правда Искупают Вину Страх Господень Отводит Беду Если Угодны Господу Пути Человека Он Примирит С ним Даже Врагов Лучше Малость Да С Праведностью Чем Богатая Прибыль Да С Беззаконием Человек Избирает Свой Путь Но Твердость Шагам Придает Господь На Устах Царя Вещие Слово Не Ошибется Он В Своем Приговоре Верные Чаши Весов От Господа И Гири В суме Творение Рук Его Мерзки Царям Нечестивые Поступки Праведностью Утвердится Престол Угодны Царям Праведные Уста Любым Тот Кто Говорит Честно Гнев Царя Что Ангел Смерти Но Мудрый Человек И Его Успокоит В Светлым Взоре Царя Жизнь Благоволение Его Как Ливень Весенний Лучше Знание Копить Чем Червонное Золото Лучше Разум Обрести Чем Чистое Серебро Дорога Честных В стороне От Зла Кто С пути Не Собьется Жизнь Сбережет Несчастью Предшествует Гордыня А Падению Высокомерие Лучше Жить В Смирении С Бедняками Чем С Гордецами Делить Награвлены Кто Рассудителен Обретет Благополучие И Кто Надеется На Господа Обретет Блаженство Кто Мудр Сердцем Прословет Разумным А Сладость Речей Прибавит Убедительности Рассудительность Источник Жизни А Наказание Глупцу Его Глупость Разум Мудреца Подскажет Ему Слова И Придаст Убедительности Его Речам Ласковая Речь Что Медовые Соты Душе Услаждение Телу Исцеление Иной Пути Кажется Прямым Но В конце Концов Приводит К смерти Работник Сам Себе Не Даст Передышки Когда Подгоняет Его Голод Негодяй Изобретателен На Зло На Устах Его Словно Пламя Пышет Коварный Сеет Раздоры Клеветник Разлучает Друзей Злодей С пути Сбивает Ближнего И толкает Его На путь Недобрый Кто Щурится Тот Замышляет Привратное Кто Губы Кривит Творит Дела Дурные Седина Сияющий Венец Завершение Праведного Пути Выдержка Лучше Богатырской Мощи Кто Владеет Собой Сильнее Покорителя Городов Тянут Из-за Пазухи Жребий Но Всякое Решение От Господа Глава Семнадцатая Лучше Черствая Коркода С миром Чем Дом Где Пиры Да Раздоры Умный Раб Получит Власть Над Недостойным Сыном Господина И Наследство Его С Братьями Разделит Для Плавки Серебра Тигель Для Золота Горнила А для Сердец Испытание От Господа Злодей Прислушивается К лукавым Речам И Лучше Божец Внимает Словам Злокозненным Кто Глумится Над Бедняком Оскорбляет Его Творца И Кто Злорадствует Не Войдет От Возмездия Венец Старцам Дети Детей А Слава Сынов Их Отцы Не Пристала Глупому Важная Речь А Благородному Речи Лживые Дающему Взятка Кажется Волшебным Камнем Куда Не Поверни Всюду Выгода Кто Стремится К Любви Забывает Обиду А Злопамятный Теряет Друга Понятливого Укор Уязвит Сильнее Чем Глупца Сотня Тумаков Злодей Только К Смуте Стремится И Ангел Неумолимый Будет Послан Глупцем Лучше Встретить Медведицу Потерявшую Детенышей Чем Глупца Когда Дурь В нем Бушует Кто Злом Воздаёт За добро От Его Дома Зло Не Отступится Начало Ссоры Как Прорыв Плотины Уймись Пока Вражда Не Разбушевалась Оправдать Злодея Осудить Невинного И то И другое Господу Мерзко К Чему Глупцу Трясти Мошной Как Купишь Мудрость Если Нет Ума Любовь Друга На все Времена И Брат Рождён Чтобы С братом Беду Разделить Безрассудный Тянет Руку Спешит Поручиться За другого Кто Любит Свары Любит Злодейство Кто Превозносится Накличет Падение Лживому Сердцу Добра Не Видать Коварный Язык Доведёт До Беды Кто Породил Глупца Родил Себе Горе Не Порадуешься Дури Собственного Сына Радость На Сердце Лучшее Лекарство А Угнетённый Дух Иссушает Тело Нечестивец Из-под Полы Берёт Взятку За то, Что Искажает Правосудие Проницательный Взор Обращён К Премудрости А Взгляд Глупца Во все Концы Земли Глупый Сын Досада Отцу И Огорчение Для Матери Дурное Дело Взыскивать С невинного Или Бить Благородного За прямоту Сведущий Осторожен В словах И кто Разумен Тот Хладнокровен Глупец Промолчит И сойдёт За мудреца Сомкнёт Уста И кажется Умным Глава 18 Кто живёт Сам по себе Творит Что хочет А на здравые Советы Лишь Бронится Глупцу Не нравится Думать Зато Любит Он Умом Похваляться По пятам За злодейством Презрение А за Бесчестием Следует Позор Слова Человека Глубокие Воды Источник Мудрости Струящийся Поток Дурное Дело Потворствовать Злодею Или Праведнику Отказать В правосудии Язык Глупца Доведёт До ссоры Его Уста Накличут Побои В речах Глупца Его Погибель Его Уста Для него Желовушка Речи Сплетника Что Лакомства Проникают В самое Нутро Человека Ленивый Работник Все равно Что Разрушитель Имя Господа Могучая Башня Укроется В ней Праведник И будет Неприступен Для богатого Достаток Словно Крепость Оно Ему Мнится Стеной Неприступной Падению Предшествует Надменность О славе Смирение Давать Ответ Неприем Слух Слух Сильный Духом Справится С недугом Но Как быть Если Дух Сломлен Сердце Разумного Копит Знание Ищет Знание Слух Мудрецов Подношение Расчистят Путь И откроют Доступ К Вельможам К тяжбе Кто первый Тот и Прав Пока Соперник Не вступит в спор. Жребий улаживает споры и разводит могучих противников. Обиженный брат — неприступная крепость, а ссора — засов на воротах. Плодами своих речей насыщается человек. Что добудет языком, тем и насытится. Жизнь и смерть во власти языка, и кто с ним дружен, плоды его вкусит. Кто нашел жену, нашел сокровище и обрел благоволение Господне. В словах бедняка — мольба, но грубость в ответе богача. У кого друзей много, тому не сдобровать, но любовь иного друга крепче братской. Глава девятнадцатая Лучше бедняк, что живет непорочно, чем лжец, да к тому же глупец. Нет добра душе без познания, и торопливые ноги оступятся. Дурость сбивает человека с пути его, а сердце его на Господа злится. Богатство умножает число друзей, а бедность с друзьями разлучает. Не уйдет от возмездия лже-свидетель, и кто дышит ложью, не уцелеет. Многие заискивают перед знатными, и со щедром на подарки всякий дружит. Ненавистен бедняк даже братьям, и друзья его избегают. Спешит он слово молвить, а их уж нет. Кто желает себе добра, тот ищет разума. Храня мудрость, обретет он благо. Не уйдет от возмездия лже-свидетель, и кто дышит ложью, погибнет. Не пристало глупцу жить в роскоши, а тем более рабу, князьями править. Благоразумие удерживает от гнева, величие в прощении проступков. Царская ярость, как рык львиной, а милость царя, как роса на траве. Глупый сын — несчастье для отца, а сварливая жена, что прореха в крыше. Дом и богатство — наследство от отцов, а разумная жена — дар от Господа. Лень доводит до сонной одури, а нерадивость — до голода. Хранящий заповедь сохраняет жизнь, а кто не разбирает пути, погибнет. Кто нищему подает, одалживает Господу, и Господь вернет ему сполна. Вразумляй сына, пока не поздно, смотри, не погуби его. Грубиян пусть понесет наказание, если дашь ему поблажку, будет хуже. Слушай советы, принимай наставления, и станешь со временем мудрее. Много замыслов в человеческом сердце, но исполнится то, что решил Господь. В людях ценится верность, и бедняк милей лжеца. Люди живы страхом Господним, кто исполнен им, спит спокойно, и беда его не постигнет. Запустит лодырь руку в блюдо, а до рта не донесет. Накажешь наглеца, простаки образумица, отчитаешь разумного, он поймет твою науку. Кто груб с отцом, кто гонит мать, стыд и позор такому сыну. Глава двадцатая Глумливо вино и брага буйно, кто пристрастился к ним, тому мудрым не быть. Царская ярость, как рык львиной, навлечь ее грех против себя самого. Почет тому, кто далек от ссоры, куда всякий глупец спешит ввязаться. Лодырь в холода не пашет, значит, в жатву ничего не сыщет. Сокровенный замысел, что глубокий омут, но разумный сумеет зачерпнуть из глубины. Многие кричат о своей преданности, но человека верного найдешь ли? Праведник живет непорочно, блаженны его потомки. Воссядет царь судить, и пред взором его развеется зло. Кто же скажет, нет порока в моем сердце, от греха своего я очистился? Взвесил да обвесил, отмерил да обмерил. Мерзость — все это для Господа. С молоду человек познается по делам, чисты ли, честны ли его поступки. Ухо слышащее, око зрячее, то и другое создано Господом. Любишь поспать, дождешься нищеты, Не смыкаешь глаз, наешься досыта. Дрянной товар, говорит покупатель, А едва отойдет, давай хвалиться. Есть на свете золото, есть самоцветы, Но сведущие уста драгоценнее. Кто за чужого поручился, в залог отдаст одежду, И такой же залог за жену чужую. Сладок хлеб, добытый обманом, Но во рту битым камнем обернется. Замысел зреет в обсуждениях, Ведя войну, выслушивая советы. Кто распускает сплетни, тот и секреты выдаст, Так что не связывайся с болтуном. Кто проклинает отца с матерью, Погаснет его светильник во тьме кромешной. С жадностью схваченное наследство Не обернется благословением. Не говори, отплачу за зло, Доверься Господу, и Он защитит тебя. Гири с обманом мерзость для Господа, И дурное дело неверные весы. Господь направляет шаги человека, А человеку как понять свой путь? Ловушка для человека торопливая клятва, Или обед необдуманный? Мудрый царь развеет нечестивцев, Колесом молотильным по ним проедет. Дух в человеке — светильник Господень, Что просвечивает его насквозь. Вера и правда сберегают царя, Верностью укрепляется престол. Юноши сияют силой, А старцев украшает седина. Раны и рубцы очищают от зла, Исправляют побои нутро человека. Дух в человеке — светильник Господень, Что просвечивает его насквозь. Глава двадцать первая Сердце царя в руке Господа, Как в русле вода, Повернет его Господь, Куда пожелает. На свой взгляд человек всегда прав, Но Господь испытывает сердца. Поступающий праведно и справедливо, Угодней Господу, чем приносящий жертвы. Надменный взгляд, гордое сердце, Светильник нечестивых — грех. Старание приводит человека к достатку, А суета — лишь к нужде. Кто добивается богатства ложью, Гонится за пустотой, стремится к смерти. Злодеяния нечестивцев их же и погубят, Ведь они отказались поступать справедливо. Путь обманщика петляет, А поступки непорочного — честны. Лучше жить на краю крыши, Чем делить кров со сварливой женой. Нечестивец жаждет зла, И ближнего не щадит. Наглеца накажешь, простаки поумнеют, Наставь мудрого, и возрастет его знание. Наблюдает праведник за домом нечестивых, И лишает их силы на беду им. Кто при жалобных криках затыкает уши, Сам однажды завопит, но ему не ответят. Тайный подарок остудит гнев, Взятка из-под полы буйную ярость. Справедливость совершается на радость праведнику И на страх злодею. Кто сбился с пути разумения, В царстве теней успокоится. Кто любит веселье, не знает достатка, Кто любит вино для умощения, Не разбогатеет. Выкуп за праведника — нечестивец, И за честного — обманщик. Лучше жить в пустыне, чем с женой вздорной и сварливой. Не переводятся у мудреца ценные запасы, А глупец все проедает. Кто стремится к праведности и верности, Найдет и жизнь, и праведность, и почет. Мудрец покорит город богатырей, Обрушит твердыню их надежды. Кто языку не дает воли, Себя от бед обережет. Дерзкий и надменный, Кому имя наглец, В дерзости своей не обуздан. Желание лодыря его погубит, Ведь руки его не хотят работать. День за днем он изнывает от желаний, А праведник раздает, не жалея. Жертвы от нечестивых мерзость, Еще большая мерзость, Приносимые со злым умыслом. Погибнет лжесвидетель, А последнее слово за тем, кто все слышал. Нечестивец напускает на себя наглый вид, Но честный твердо идет своим путем. И мудрость, и разум, и совет, Ничто пред Господом. Готовят коня на день битвы, Но победа от Господа. Глава двадцать вторая Доброе имя, желание богатства, Любовь людей лучше золота и серебра. Богатые и бедные встанут рядом, Ведь обоих сотворил Господь. Умный видит беду и скроется, Простаки пойдут напрямик и поплатятся. Следом за смирением, за страхом Господним И богатство, и почет, и жизнь. На пути лжеца шипы до сети, Кто жизнью дорожит, не пойдет туда. Выведи юношу на верную дорогу, Он и в старости с нее не свернет. Богатый правит бедными, И должник — раб взаимодавцу. Кто сеет несправедливость, Пожнет беду, И сгинет бич его ярости. Благословен добросердечный, Кто делится хлебом с бедняком. Прогони наглеца, и уйдет раздор, Утихнут ссоры и брань. Кто любит чистоту сердца и приятен в речах, Будет близок к царю. Господь оберегает истину, Опровергнет он слова отступника. Лодырь говорит, лев во дворе, Стоит из дому выйти, и я погиб. Уста чужой жены глубокая западня, Кто проклят Господом, туда упадет. Если у юноши дурь в голове, Изгонит ее внушение розгой. Что угнетать бедняка ради корысти, Что богачу давать, лишь убыток. Преклони ухо, слушай слова мудрецов, Внимай моему наставлению. Сладостно хранить слова эти в сердце, Пусть всегда они будут на устах твоих. Чтобы в Господе обрел ты упование, Я тебе их сегодня возвещаю. Я написал тебе тридцать изречений, Где найдешь ты совет и познание, Чтоб научился ты словам истины И смог своим начальникам ответить. Не обирай бедняка, наживаясь на бедности, Убогого у ворот не обижай, Ибо Господь рассудит их жалобу, За их лишение лишит тебя жизни. Не дружи с гневливым, Со вспыльчивым не водись, А не то пойдешь по их стопам И сам себе расставишь сети. Не спеши давать по руку, Ручаться за чужие долги, Ведь если нечем будет расплатиться, То даже постель твою отнимут. Не сдвигай старинные межи, Которую отцы установили. Видел человека искусного в работе, Он служит царям, а не черни. Глава двадцать третья Когда сядешь за стол с правителем, Внимательно смотри, что пред тобою. Приставь нож себе к горлу, Если жаден ты до еды. Лакомствами его не прельщайся, Обманчива эта пища. Не слишком гонись за богатством, Знай, когда остановиться. Только взглянешь на богатство, А его уж нет. Приделала себе орлиные крылья, Да и улетела в небо. Не ешь с человеком, Чей взор недобр, Лакомствами его не прельщайся, Ведь душа его на замке. Скажет тебе, ешь и пей, Но сердце его не с тобою. Проглоченный кусок отрыгнешь, Добрые слова зря потратишь. Глупцу ничего не говори, Над разумной речью он только посмеется. Не сдвигай старинные межи, На поле к сиротам не вторгайся, Ведь у них могучий заступник, Он и поведет их тяжбу. Сердцем обратись к поучению И прислушайся к словам знания. Не оставляй сына без внушения, Посечешь его розгой, не умрет. Ты высечешь его розгой, Зато от погибели избавишь. Сын, если в твоем сердце мудрость, То и в моем будет радость, Все во мне возликует, Если будешь ты говорить верно. Пусть не завидует сердце твое грешникам, Пусть всегда боится Господа, Ибо наступит будущее, И твоя надежда не погибнет. Слушай, сын, и становись мудрым, На верный путь направь сердце. Не будь с теми, кто упивается вином, Да объедается мясом, Ибо пьяница и обжора обнищают, А лень тебя вырядит в лохмотье. Слушайся отца, что породил тебя, А состарится мать, не презирай ее. Приобретай истину, И не растеряй ни мудрости, Ни воспитания, ни разума. Отец праведника возликует, Родитель мудреца не нарадуется. Да возрадуются твои отец и мать, Да возликуют твои родители. Сын, ко мне обрати свое сердце, Взор к моим путям направь. Блудница, что глубокая яма, Чужая жена, что узкий колодец, Она, что разбойник в засаде Умножает число преступлений. У кого это охи да вздохи, У кого это ссоры да жалобы, У кого синяки не весть откуда, У кого муть в глазах. У тех, кто засиживается за вином, Все выискивает вина пряный. Не гляди на вино, Как оно олеет, как в чаши играет, Да как пьется легко. Потом ведь укусит, как змея, Ужалит, как гадюка. Засмотришься тогда на чужих женщин, И придут на ум превратные мысли, Словно ты улегся среди моря, На верхушке мачты улегся. Били меня, скажешь, А мне нипочем. Колотили, а я и не чувствовал, А уж как просплюсь, Так примусь за старое. Глава двадцать четвертая Не завидуя людям злым, Не стремись стать одним из них, Жестокие затеи у них на уме, Их уста кому-то беду готовят. Мудростью возродится дом, Разумением он прочен, А знание наполняет покои Достатком драгоценным и желанным. Кто мудр, тот силен, Кто обладает знанием, тот могуч. Ведя войну, выслушивай советы, Победа там, где советников много. Мудрость для глупца недоступна, У ворот городских ему и рта не раскрыть. Кто замышляет зло, Того прозовут коварным. Затеи глупца грех, И мерзок людям наглец. Если в день беды ты пал духом, Беден ты силой. Выручай ведомых на смерть, Не отстраняйся от обреченных на гибель. Ты скажешь, мы же не знали об этом, Но испытующий сердца ведает, Все знает страж твоей жизни. Он каждому воздаст по заслугам. Сын мой, вкушай мед, Ибо он хорош, Ибо сладки соты для твоего рта. Такова и мудрость для души твоей, И если нашел ее, Есть у тебя будущее, И надежды твои не погибнут. Нечестивец, не устраивай засад У дома праведника, Обители его не разоряй. Праведник семь раз упадет, Но встанет, А нечестивые споткнутся, И беда им. Пал твой враг, не радуйся, Споткнулся, пусть не ликует Твое сердце, Иначе увидит Господь, Сочтет это злом, И свой гнев от твоего врага Отведет. На злодеев не злись, Нечестивым не завидуй, Ибо у зла нет будущего, И светильник нечестивых погаснет. Бойся Господа, сын, И бойся царя, Изменников сторонись, Ибо беда придет от них внезапно, Сам не знаешь, Какое навлекут несчастье. Вот другие слова мудрецов. Пристрастный суд — недоброе дело. Кто оправдывает нечестивца, Проклят народами, Отвергнут племенами. Но благо тем, Кто его наказывает, Снизойдет на них благословение. Верный ответ, Что поцелуй в уста. Обустрой сперва двор, Займись своим полем, А потом уже строй себе дом. Не свидетельствуй ложно Против ближнего, Пусть не будет на устах Твоих обмана. Не говори, Как он со мной поступил, Так и я с ним Воздам ему по заслугам. Проходил я раз Мимо поля лодыря, Мимо виноградника Неразумного хозяина. Так вот, Повсюду разросся терновник, Все заполнили сорняки, Развалилась каменная ограда. Посмотрел я, Поразмыслил, Вот что увидел я и понял. Еще чуть поспишь, Подремлешь, Еще посидишь, Сложа руки, И придет к тебе бедность, Как бродяга, Нагрянет нужда, Как грабитель. Глава двадцать пятая Вот другие притчи Соломона, Сохраненные людьми языкии, Царя Иудеи. Славен Бог, Тайное сокрывший, Славен Царь, Тайное понявший. Небесную высь, Земную глубь, И сердце Царя не понять. Удали примесь из серебра, И выйдет у мастера чаша. Удали нечестивца от Царя, И праведностью престол утвердится. Не красуйся перед Царем В один ряд с вельможами, Не становись. Лучше пусть скажут тебе, Поднимись повыше, Чем унизят тебя перед знатью. Что увидишь своими глазами, Не торопись выносить на суд, А иначе каково будет потом, Когда посрамит тебя ближний. Судись с ближним лишь по собственному делу, Чужой тайны не разглашай, А расскажешь, Тебя же опозорят, И бесчестия тогда не миновать. Золотые яблоки на серебряном узоре, Таково слово, сказанное ко времени. Золотая серьга, червонная подвеска, Таков мудрый упрек для чуткого уха. Прохлада снега в разгоржатвы, Таков для хозяина верный исполнитель, Придаст он сил своему господину. Тучи да ветер, а дождя все нет, Так и тот, кто впустую сулит подарки. Долготерпение убедит и властителя, Мягкая речь проймет и твердолобого. Нашел мед, поешь досыто, Но не объедайся до тошноты. Не ходи к другу слишком часто, Не то присытится тобой до отвращения. Палится меч, острая стрела, Таков для ближнего лжесвидетель, Как от зуба гнилого, от ноги хромой, Проку от неверного в день беды. Как в холодный день срывать одежду, Как уксус лить на соду, Так и песни петь тому, кто в горе. Если голоден твой враг, дай ему хлеба, Если жаждет, напои водой. Так сгребаешь ты угли ему на голову, А тебя вознаградит Господь. Северный ветер несет с собой ливни, А язык сплетника — озлобленные взгляды. Лучше жить на краю кровли, Чем делить кров со сварливой женой. Как прохладная вода для измученной души, Так и добрая весть с дальней стороны. Как загрязненный родник, Оскверненный источник, Так и праведник, дрожащий перед нечестивцем. Нехорошо объедаться медом Или добиваться похвалы. Как разоренный город без ограды, Так и человек, не владеющий собой. Глава двадцать шестая Как снег среди лета, Как дождь в пору жатвы, Так и слава глупцу не пристала. Птица упорхнет, ласточка улетит, Так напрасное проклятие пройдет мимо. Плеть для коня, узда для осла, А розга для спины глупца. Не отвечай глупцу по-глупому, Чтобы ты сам ему не уподобился. Отвечай глупцу по-глупому, Чтобы он мудрым себе не показался. Сам себя подкосит и хлебнет горе, Тот, кто дела свои поручает глупцу. Что вихляние ног у хромого, Так и глупец упорствует в своей дури. Видел человека, что мнит себя мудрым, От глупца и то больше проку. Лодырь говорит, лев на дороге, Зверь по улицам рыщет. Как дверь на петлях болтается, Так и лодырь в постели ворочается. Запустит лодырь руку в блюдо, А пока до рта донесет, устанет. Лодырь мнит себя мудрее семерых, Говорящих разумно. Что пса дергать за уши, То и походя влезать в чужую ссору. Как безумец мечет горящие стрелы и смерть, Так и тот, кто обманул ближнего, И говорит, я же пошутил. Кончились дрова, и погас огонь, Сплетника нет, и утих раздор. От углей жар, от дров огонь, А от речей сплетника вражда. Речи сплетника, что лакомства, Проникают в самое нутро человека. Как посеребренный горшок из глины, Так и ласковые уста при злобном сердце. Льстива речь недоброжелателя, А в душе он лелеет козни. Хоть и нежен его голос, не верь, Семь мерзостей у него на сердце. За обманом его ненависть стоится, Но откроется перед людьми его злоба. Кто роет яму, сам в нее упадет, Кто катит камень, сам под него угодит. Лжец ненавидит свою жертву, Льстивые уста готовят беду. Глава двадцать седьмая Не хвались завтрашним днем, Ты не знаешь, что он принесет. Пусть хвалит тебя другой, а не ты, Не твои, а чужие уста. Камень тяжел и песок нелегок, Но выходки глупца еще тяжелее. Гнев жесток, безудержна ярость, Но кто устоит перед завистью? Откровенный обличитель Лучше молчащего друга. Любящий ранит от чистого сердца, Ненавистник целует из лести. Кто присытился, И медовые соты растопчет, А голодному и горькое Покажется сладким. Как птица, выпорхнувшая из гнезда, Так и человек, Что покинул родные места. Сердце радо Умощением и благовонием, Так приятен и душевный совет от друга. Не забывай ни своих друзей, Ни друзей отца. Случится беда, Не ходи к родне, Лучше сосед поблизости, Чем брат вдалеке. Будь мудр, сын, И радуй мое сердце, И мне будет, Что обидчикам ответить. Увидит умный беду, И скроется, Простаки пойдут прямо И поплатятся. Кто за чужого поручился, В залог отдаст одежду, И такой же залог За жену чужую. Благословлять соседа Во весь голос с утра пораньше, Все равно, что проклинать. Как дождь в ненастный день, Так и сварливая баба, Унимать ее, Что удерживать ветер, Или масло сжимать в ладони. Железо оттачивается железом, А человек другими людьми. Кто ухаживает за смоковницей, Вкусит ее плодов, А кто заботится о своем господине, Узнает почет. Как лицо отражается в воде, Так и сердце человеческое в сердце. Ненасытны Шиол и Авадон, Так и глаза человека ненасытны. Как тигель для серебра И горнила для золота, Так для человека слова похвалы. Даже если толочь дурне в ступе, Пестом вместе с зерном Дурь из него не вылущить. Всех своих овец знай наперечет, Заботься о своих стадах, Ибо никакие запасы не вечны, И даже венец не всегда наследуется. Увяла трава, но вот и новая зелень, Скошены травы с горных лугов, Ягня-то тебе на одежду, Козля-то в уплату за поле, Вдоволь козьего молока тебе в пищу, В пищу твоей семье, И чтоб были сыты служанки. Глава двадцать восьмая Бежит нечестивец, Хотя никто за ним не гонится, А праведник невозмутим, как лев. Когда в стране смута правителей много, Но с правителем разумным и сведущим Страна устоит. Бедняк, притесняющий нищих, Что ливень смывающий посевы. Кто забыл о законе, Восхваляет нечестивцев, Но кто хранит его, Тот борется с ними. Злые люди не понимают справедливости, Но ищущие Господа поймут ее сполна. Лучше бедняк, что живет непорочно, Чем богач, чьи пути превратны. Разумный сын соблюдает закон, А кто водится с беспутными, Позорит отца. Расставщик, что на судах наживается, Копит для того, кто милостив к беднякам. Кто слов закона слушать не хочет, У того и молитва мерзость. Кто заманивает честных на путь зла, В свою же ловушку попадет, А кто не порочен, тому благая доля. Богач себя мудрецом воображает, Но умный бедняк его раскусит. Радуются праведники, и царит ликование, Возвышаются нечестивцы, и прячется человек. Скрываешь свой грех, добра не жди, Признаешь его и отвергнешь, Помилован будешь. Блажен, кто всегда страшится Господа, А жестокосердный попадет в беду. Лев, рычащий, медведь свирепый, Таков дурной правитель для бедного людо. Чем глупее правитель, тем больше поборов, Но продлятся дни того, кто чужд корысти. Кто отягощен кровопролитием, Пусть до могилы скитается, Пусть не находит приюта. Кто живет непорочно, будет в безопасности, А кто ходит кривыми путями, Нежданно упадет. Кто возделывает землю, будет сыт, А кто за пустотой гоняется, Хлебнет нищеты. Сто крат благословен человек верный, А кто рвется к богатству, Не уйдет от возмездия. Пристрастность — дело недоброе, Грешит человек ради ломтя хлеба. Алчный торопится обогатиться, Но не знает, что ступает за ним нищета. Скорей отблагодарят тебя за упреки, Чем за льстивые речи. Кто обирает отца с матерью, Приговаривая нет в том греха, Тот заодно с разбойниками. Корыстный человек затевает раздоры, А уповающий на Господа благоденствует. Кто только на себя надеется глуп, А спасется тот, кто ходит путями мудрости. Кто делится с бедным, не знает недостатка, А кто закрывает глаза, Умножает себе проклятие. Возвышаются нечестивцы, И прячется человек. Погибают они, и множатся праведники. Глава 29 Кто ожесточается, слыша наставления, Погибнет нежданно и безвозвратно. Праведные в силе, и радуется народ, Нечестивцы у власти, и народ стонет. Кто любит мудрость, радует отца своего, А кто, знаете, с блудницами, Расточает нажитое. Царское правосудие укрепляет страну, А взятки ее разрушают. Кто льстит ближнему, сеть ему стелет под ноги. Грех — ловушка для нечестивца, А праведник веселится и радуется. Помнит праведник о тяжбе бедняка, А нечестивый и знать не хочет. Наглые люди баламутят город, А мудрые утихомирят ярость. Если мудрец судится с глупцом, Сметение и смех не стихают. Убийцы ненавидят непорочного, И честного погубить стремятся. Глупец дает волю гневу, А мудрый дает ему остыть. Если правитель выслуживает ложь, То и придворные будут нечестивы. Вот что роднит бедняка и угнетателя, Свет в очах у обоих от Господа. Если царь судит бедных по правде, Престол его нерушим вовеки. Розга и внушение дают мудрость, А заброшенный ребенок — позор для матери. Где сильны нечестивцы, Силен и грех, Но праведники увидят их падение. Вразумляй сына, И будешь за него спокоен, Станет он для тебя утешением. Нет пророческих видений, И разнуздан народ, Но блажен, кто соблюдает закон. Словами раба не вразумить, Хоть и поймет, Да оставит без внимания. Видел ты человека скорого на слова, От глупца и то больше проку. Если раба с детства баловать, Добром это не кончится. Гневливый вызывает раздоры, Вспыльчивый множат злодеяния. Заносчивый будет унижен, А смиренный обретет славу. Кто вору товарищ, Тот сам себе враг. Слышит, как проклинают вора, Да помалкивает. Страх перед людьми Расставленные сети, Но уповающий на Господа Не приступен. Многие ищут благосклонности Правителя, Но судья человеку — Господь. Мерзок праведником — обманщик, Мерзок нечестивым — честный человек. Глава 30 Слова Агура, сына Яке, Массаита Вот что возвестил этот муж Итиэлу, Итиэлу, Иухалу. Конечно, я тупее всех людей, И нет во мне человеческого разумения. Не выучился я мудрости И священному знанию Не причастен. Кто взошел на небо и спустился? Кто удержал ветер в горсти? Кто завернул воду в накидку? Кто установил пределы земли? Как ему имя? Как имя его сыну? Ты, конечно, знаешь. Все речения Божьи Непорочны и чисты. Он щит для прибегающих к нему. Не прибавляй лишнего к его словам. Не то улечит тебя И окажешься лжецом. О двух вещах прошу тебя. Не откажи в них, пока я жив. Пустое и лживое слово Удали от меня. Не давай мне ни бедности, Ни богатства. Отмеряй мне мою долю хлеба. Чтобы, присытившись, Я не отрекся, Не сказал бы, А кто это, Господь? Или, обнищав, Не стал бы воровать, Оскверняя имя Бога моего. Не клевещи на слугу Перед его Господином. Не то падет на тебя Его проклятие. Бывает, что проклинают отцов И матерей не благословляют. Бывает, что мнят себя чистыми, Но от собственного кала Не омылись. Бывает, что смотрят надменно, Высоко возносят взоры. Бывает, что зубы, как мечи, И челюсти, как ножи мясника, Чтоб пожирать меж людьми Бедных и обездоленных Со свету сживать. У пиявки две дочери. Дай, дай. Три вещи никогда не насытятся, И четвертая не скажет, Хватит. Шеол — бесплодная чрева, И земля, что никак не насытится водой, И огонь, что никогда не скажет, Хватит. Если око с насмешкой Глядит на отца, И мать ни во что не ставит, Выклюет его ворон в долине, Сожрет его стервятник. Три вещи меня поражают, И четвертый я не понимаю. Пути орла в небесах, Пути змеи на скале, Пути корабля среди моря, Пути мужчины к девушке. А путь развратницы таков, Поест, губы утрет, И скажет, Ничего я худого не сделала. От трех вещей содрогается земля, И четвертый вынести не может. Раба, что стал царем, Глупца, что досыто ест, Позорную женщину, что вышла замуж, Служанку, что заняла место госпожи. Есть на земле четверо малых, Но они мудрее мудрых. Муравьи народ слабосильный, А пищей запасаются с лета. Зверьки доманы народец немогучий, А жилища устраивают среди скал. У саранчи нет царя, Но выступает она единым строем. Ящерица лапками цепляется, Но бывает и в царских чертогах. У троих статная осанка, И у четвертого твердая поступь. У льва, богатыря среди зверей, Никому дороги не уступит. У петуха-вожака, у козла, И у царя во главе войска. Если ты по глупости превознес сам себя, Если ты замыслил недоброе, Зажми себе ладонью рот, Ибо от сбивания молока бывает масло, От битья понусу кровь, А от биения гнева — вражда. Глава 31 Слова Лемуэла, царя Масаитов, Которыми его поучала мать. Ну что, сынок, что сын моей утробы, Что сын моих обетов? Не отдавай свои силы женщинам, Не выдавай своих путей Разорительницам царей. Не царям, Лемуэл, Не царям пить вино, И не знать и искать себе браги. Не то упьются, и законы забудут, И обездоленных лишат правосудия. Дайте браги тому, кто гибнет, И вина, кому горько на душе, Выпьет и забудет свою бедность, О несчастье своем не вспомнит. Говори за того, кто не может сказать, За права тех, кто бессилен. Говори в защиту справедливости, Ради прав нищего и несчастного. Как найти хорошую жену? Она дороже любых самоцветов, Уверена в ней сердце мужа, С ней он без прибытка не останется, Платит она ему добром, а не злом, Во все дни своей жизни. За шерсть ли берется, за лен ли, Ищут работы ее руки. Она, как корабль торговый, Пропитание добывает вдалеке. Еще ночь она уже встала, Чтобы было чем кормить семью И чем занять служанок. Посмотрит поле и купит его, Разведет виноградник, Трудом добыв средства. Мощью опоясаны ее бедра, Сила в ее руках. Видит, что хорошо идет торговля, И не гаснет в ночи ее светильник. Руки ее тянутся к прялке, А пальцы не отпускают веретена. Ладонью раскрыта для нищего, Рука протянута несчастному. Снегопад семье ее не страшен, Вся семья одета двойной тканью, И себе она мастерит наряды, В лен и шерсть багряною одета. Знают мужа ее у городских ворот, Сидит он среди старейшин своей земли. Шьет она рубахи на продажу, Пояса для купцов ханаанских. Облекается в силу и достоинство, И радуется наступающему дню. На устах у нее слово мудрости, Наставления благие на языке. Следит, как идут дела дома, И не напрасно ест свой хлеб. Встают дети и славят ее, Муж ею не нахвалится. Много было достойных женщин, Но ты превзошла их всех. Обаяние лживо и пуста красота, Но хвала жене, что боится Господа. Воздайте же ей по заслугам, У ворот городских дела ее восхваляйте. Продолжение следует... Продолжение следует...